Субтитры создавал DimaTorzok Друзья Левитана вспоминали, что Исаак Ильич был разочарованным человеком, грустным и одиноким. Он испытывал такие сильные эмоции, глядя на простые пейзажи, что мог заплакать. Особенно художник любил тайную печаль и настроение осени. Он всегда хотел, чтобы люди восхищались этой красотой и оставил после себя более тысячи картин. Но чтобы лучше понимать творчество Левитана, нужно знать и как он жил, какой имел характер, кого любил и чем вдохновлялся. Левитан не любил вспоминать о своем детстве, поэтому известно о нем немного. Официально считается, что он родился 30 августа 1860 года в бедной, но образованной еврейской семье, в городке Кебартой. Сейчас это Литва. Его дед был раввином, отец – учителем иностранных языков. У Исаака еще были две сестры и брат. В начале 70-х годов семья переехала в Москву, в тесную квартиру на Солянке. Родители понимали, что только в столице можно дать детям хорошее образование, и ради этого готовы были терпеть плохие бытовые условия. Старший брат Авель в 1871 году поступил в знаменитое Московское училище живописи вояния и зодчества. А спустя два года туда же принимают Исаака. Целых 12 лет он проведет в стенах этого учебного заведения. Оно в буквальном смысле заменит ему дом, которого у него рано не стало. Сначала в 1975 году умерла мать, привившая детям любовь к искусству. А через два года скончался от Тифа отец. А следом и бедность с нуждой постучались в дверь. Ученики и преподаватели даже скидываются братьям на дальнейшее обучение. Левитан фактически стал бездомным. Он часто ночевал в классах и на чердаке училища. Среди холстов и ненужного хлама. Если бы юному Исааку в те тяжелые годы его жизни кто-нибудь сказал, что в будущем он сам здесь будет преподавать, станет известным художником, академикам Императорской академии художеств, он бы просто не поверил. Потому что ему даже не дали дипломы художника после окончания училища. Сначала юный Левитан учится в натурном классе Василия Перова, отца русского жанра. Но затем переходит в класс пейзажа, к Алексею Саврасову. Он оказался ближе ему по духу. Это из фонда русского музея уникальный такой этюд на тему «Грачи прилетели», которые все очень любят у Саврасова. Замечательная природа русская, весна, прилетели грачи, снег тает, церковка, старые сараи, такие задворки. То, что очень любил писать Саврасов. И вот эту природу, окно в эту природу, он как раз и открыл для Левитана и его сокурсников и современников. Саврасов часто повторял, надо смотреть, наблюдать, кто влюблен в природу, будет художник. И Левитан ее восторженно любил. Только она давала ему душевное спокойствие и не замечала его нищеты. Исаак продолжит дело своего учителя, линию пейзажа настроения, когда важна не только реалистичная трактовка изображаемого, но и чувство художника. Левитан открывает в своих этюдах настроение, настроение леса. И это не такое непарковое видение, что вот отдельные какие-то деревья, хорошо выписанные тонкой кистью. Нет. А вот именно душа леса, разговор леса. То есть это очень близко и к музыке Сибелиуса, и вообще музыке конца 19-начала 20-го века. Художник Константин Коровин назовет Левитана поэтом русской природы. В юности они проводили вместе много времени. Большая дружба человеческая и творческая связывала Левитана с Константином Коровиным. Они вместе учились в Московском училище живописи вояне и зодчества, любили ездить на этюды в Звенигород. И колористическая гамма Константина Коровина, вот в данном случае Звенигород-дорога, очень близка к Левитану. Естественно, они были под влиянием друг друга. И прекрасно, конечно, передано это чаще, дубовых зарослей вдоль старой Звенигородской дороги. Исак Ильич еще не раз будет возвращаться в Звенигород. Эти места, до сих пор сохранившие самобытность и особое очарование, всегда притягивали художника. Чуть позже, в 1984 году, он напишет «Савинскую слободу» и «Мостик». Несмотря на тяжелые испытания, выпавшие на долю художника, годы учебы были счастливым временем для него. Он найдет в училище друзей и единомышленников Михаила Нестерова, Абрама Архипова, Андрея Рябушкина, Николая Чехова, брата Антона Павловича Чехова. А с великим русским писателем Левитана на всю жизнь свяжет крепкая мужская дружба. Еще одним учителем юного Исаака был Василий Поленов. Как вспоминают студенты, он привнес такую яркую, яркие краски, живопись. Когда он правил этюды, возникали такие прекрасные, очень зеленые, желтые сочетания голубого. И это открывало природу совсем с новой стороны. Не так, как у передвижников, у Перова или Саврасова, имеющие свою такую монохромную прелесть. Но радостное солнце, яркость красок, которая была свойственна Поленову, вот это как раз Левитан воспринял и уже раскрывал так мощно в своей живописи. Продажа этюда «Вечер после дождя» позволила юному художнику впервые снять себе комнату. А в 1879 году 19-летний Исаак показывает картину, с которой начинается его известность. Ученический этюд Левитана «Осенний день в Сокольниках» с ученической выставки Московского училища «Живописи, вояне и зодчество» был приобретен Павлом Михайловичем Третьяковым. Молодой художник сразу был отмечен тем, что Великую Третьяковскую галерею в Москве была приобретена ученическая вещь. Это сразу открыло Левитану дорогу в большую живопись. Печальная, как жизнь Левитана, серо-золотая осень. Безмолвие парка, одиночество человека. Поскольку Исаак избегал в своих пейзажах людей, фигуру женщины написал Николай Чехов. Картину оценили. Молодого художника зачислили на стипендию имени князя Долгорукова. В 1885-м, в 25 лет, Исаак заканчивает училище. Однако его дипломную работу Совет преподавателей признает недостойной большой серебряной медали. Левитан – один из лучших художников своего времени. Выпускается с дипломом самого низшего звания – учителя чистописания. Но оценка Совета училища не совпала с мнением общественным. В 1984-м году на передвижной выставке Исаак представил вечер на пашне. Картина имеет успех, и с тех пор каждый его пейзаж становится событием. Примерно в то же время, когда Исаак поступает в художественное училище, в Москве, в Малом Трехсветительском переулке, поселилась одна семья. Дмитрий и Софья Кувшинниковы. Почему вообще мы о них вспоминаем? Дело в том, что Софье Петровне суждено будет сыграть важную, если не главную роль в жизни Левитана. Кувшинниковы жили в казенной квартире при Мясницкой полицейской части. Вот так она выглядела в начале 20 века. Здесь же было пожарное депо, а над главным домом возвышалась деревянная каланча. Каланчу давно снесли, а дома, занимаемые полицейским участком, частично сохранились. Чтобы их увидеть, нужно зайти в арку построенного уже в советские годы жилого дома. Дмитрий Павлович служил полицейским врачом и был большим любителем охоты. Благодаря картине Василия Перова «Охотники на привале» мы знаем, как он выглядел. Вот он слева, рассказывает молодому охотнику занимательную историю из своей жизни. Софья Петровна родилась в 1847 году в семье крупного чиновника. Вот так о ней вспоминала подруга Антона Павловича Чехова Татьяна Щепкина-Куперник. Это была женщина интересная, некрасивая, с лицом настоящей мулатки, с вьющимися черными волосами и живыми темными глазами, с великолепной фигурой. Она была известна всей Москве. Когда я стала бывать у нее, ей было уже лет под 40. Кувшинникова умела очаровать собой. Была талантливой, оригинальной, изящной. Хорошо играла на пианино, пела, писала красками, ездила верхом. А в молодости носила мужской костюм и ходила на охоту. У супругов была большая разница в возрасте, но они любили и уважали друг друга. Имели общие взгляды на жизнь, увлекались культурой и искусством. В своей квартире они создали литературно-художественный салон, который гремел на всю Москву. Сюда приходила творческая элита столицы. Дмитрий Павлович был постоянно занят. Его полицейский участок находился в одном из самых неблагополучных районов Москвы – на Хитровке. Более века назад здесь стояли ночлежки, притоны, трактиры. Проходила активная жизнь хитрованцев с пьянками, драками и ножевыми ранениями. Во двор полицейской части только и успевали приносить пострадавших. А вот так Хитровка выглядит сейчас. Как много можно рассказать об этих местах? Сколько знаменитых имен с ними связано? В этом флигеле усадьбы Буниных родился композитор Александр Скрябин. Здесь собирал материал для своих заметок журналист и москвовед Геллеровский. Режиссеры Станиславский и Немирович Данченко знакомились с бытом хитрованцев, работая над пьесой «Горького на дне». А Маяковский и Эренбург в годы молодости отбывали арест в Мясницкой полицейской части. Молодой левитан, несмотря на свою меланхоличность, пользовался большим успехом у женщин. Темные густые волосы, бледное лицо, задумчивые бархатные глаза и восточная внешность разбили не один десяток сердец. С такими данными он был еще и прекрасным натурщиком. Василий Дмитриевич Поленов устраивал рисовальные вечера для студентов, для маститых художников. Все рисовали, кто-то позировал. Это было в Кривоколенном переулке, на Старом Арбате, в квартире Поленовых. Левитан однажды одел балахон бедуина, и его рисовали Нестеров, Поленов, Виноградов. Рисовал его и Сергей Иванов. И это было очень красиво, потому что прекрасные грустные глаза левитана и его восточная внешность в этом бедуинском балахончике. Он выглядел бедуином, арабом, семитом. Было очень красиво. Вечера были длительные, и даже не столько рисование, сколько общение, о культуре разговоры, о России, о своей любимой родине очень наполняли художников. Левитан был влюбчивой натурой. Его романы, яркие, страстные, иногда с глупыми поступками, протекали у всех на виду. Как-то Исаак Ильич влюбился в сестру Чехова Машу. В 1985 году они вместе проводили лето в имении Бабкина, недалеко от Истрая, где семья Чеховых снимала дачу. Это было чудесное время молодости. Левитан просил руки Марии Павловны. Она восхищалась талантом художника, писала под его руководством этюды, но испытывала к нему лишь симпатию. И все-таки спросила у старшего брата совета. «Ты, конечно, если хочешь, можешь выйти за него замуж, но имей в виду, что ему нужны женщины бальзаковского возраста, а не такие, как ты». Маша отказала Левитану. Бабкинское лето заканчивалось, дачники разъезжались, художник опять хандрил. Он даже пытался застрелиться, но больше для привлечения внимания. Антон Павлович считал подобные припадки необъяснимой тоски началом душевной болезни Левитана. И как-то раз повел его развеяться в салон Софьи Кувшинниковой. Софья и Исаак познакомились в 1986 году. Ей 39, ему 26. Разница в 13 лет не помешала вспыхнуть симпатии между ними. А началось все с уроков рисования. Уже осенью 1986 года Исаак Левитан со своей ученицей Софьей и другом художником Алексеем Степановым отправляются под Звенигород в Савинскую Слободу. Здесь, возле стен старинного русского монастыря, основанного Звенигородским святым Саввой Старожевским любимым учеником Сергия Радонежского, они работают на пленэре. И здесь, на природе, между Софьей и Исааком, возникают сильные чувства. Левитан очень любил Савва Старожевский монастырь. И у него есть великолепная литография для журнала «Родина». Золотые ворота, главные ворота Савва Старожевского монастыря. Однажды вечером они с Кувшинниковой подходили со стороны Слободы к монастырю и вдруг услышали вечерний звон. Левитан не мог никак оторваться от этого удивительного вечера, этого минуты молитвенной, этой красоты. И вслед за Достоевским он повторил о том, что красота персонифицирована, она спасет мир. Красота спасет мир. Ему так хотелось изобразить вечерний звон. И в будущем одну из своих картин он так и назвал «Вечерний звон». На долгие годы Софья Кувшинникова станет музой и верной спутницей Левитана. Будет создавать уют и рабочую атмосферу, уберегать от депрессии и поддерживать веру художника в себя. Осенью 1886 года Чехов напишет «Левитан закружился в вихря». Муж Софьи, Дмитрий Павлович, спокойно смотрит на этот роман. Он понимает, что уже пожилой, самодостаточный, увлечен врачебным делом и охотой. Он любит жену, но не хочет мешать ее увлечениям. Великая русская река Волга занимает особое место в творчестве художника. В 1988 году Левитан приезжает на ее берега искать источник вдохновения в компании Софьи Кувшинниковой и художника Алексея Степанова. Они плывут на пароходе и очаровываются маленьким городком, стоящим на крутом берегу – Плесом. Левитан провел в нем три лета подряд, написав около 200 работ. Некоторые из них купит Павел Третьяков для своей галереи. Художник очень любил переходное время дня, в данном случае вечер. Перед нами Плес. Небо окрашено именно золотистым таким тоном, и также отражается большая Волга, такая же золотая. Надо сказать, что Левитан заканчивал картины по этюдам у себя в мастерской. То есть здесь он именно действовал как картинщик, он объединял этюды, и получалась такая симфония большая. Как вспоминала Софья Кувшинникова, жилось и работалось в Плесе радостно. Левитан перестал хандрить, он окружен заботой, любит и любим. Волга и большие просторы немыслимые для художника без церкви. И даже одну из картин он так и называет «Тихая обитель». Образ родился в Савво-Старожевском монастыре, когда Левитан услышал звон колокола Савво-Старожевского монастыря. И уже тогда родилась ее душекартина, которая приобрела позже вот такое завершение удивительное. Здесь чувствуется такой романтический левитановский стиль, его музыкальность и даже отзвуки колокола. В эти же годы Левитан побывает во Франции и в Италии. Он хорошо знаком с современной европейской живописью, в частности с Барбизонской школой. Левитан много путешествовал, ездил по Европе и останавливался для написания очень красивых этюдов. Вот весна в Италии перед нами. Но сильного впечатления, красивая, прекрасная Европа на него не производила. Его тянуло обратно домой, в Россию, где полностью раскрывался его романтический талант. Побывал Исаак Ильич и в Крыму. Он привез оттуда много этюдов и набросков, и понимание, что больше всего его душе отзывается очарование природы средней полосы России. Только здесь для него возможен пейзаж души. Исаак Левитан родился в том году, когда умер основатель Великой династии промышленников и меценатов старообрядец Савва Васильевич Морозов. В будущем судьба сведет художника с его внуками – Саввой и Сергеем. Скорее всего, Левитан познакомился с Сергеем Тимофеевичем в конце 80-х годов у Василия Поленова на рисовальных вечерах. Сергей Морозов был художником-любителем, брал уроки у Василия Дмитриевича. Он увлекался искусством, был меценатом. Морозов построил для себя отдельный флигель во дворе московской усадьбы и оборудовал там двухэтажную мастерскую. В 89-м году по просьбе матери он передал помещение в пользование своему другу Исааку Левитану, талант которого почитали Морозовы. Удивительно, но мастерская художника, как и сама усадьба, сохранились до наших дней. Гуляя по тихим московским улочкам, можно почувствовать атмосферу, в которой жил и работал Левитан. На первом этаже мастерской находилась квартира. Такой рабочей студии позавидовали бы многие московские художники. Просторный, светлый, с высокими потолками. Большой трехсветительский переулок, где жили Морозовы и находился флигель Левитана, изображен на картине художника Владимира Маковского «Ночлежники». И действительно, раньше здесь находились ночлежки, где вечерами собирались обитатели хитровки, которая находится совсем недалеко отсюда. А картина эта интересна тем, что в ее центре Маковский изобразил любимого учителя Левитана. Вот эта фигура с папочкой-подмышкой Алексей Контратьевич Саврасов. К сожалению, он спился. Его выгнали из училища. 15 лет, некогда блестящий художник, скитается по приютам и ночлежкам. И в 1997 году умирает в нищете и всеми забытой. Его смерть произвела тогда на Левитана очень сильное впечатление. В Морозовской мастерской зимой 1893 года Валентин Серов написал самый известный портрет Левитана. Он сумел передать на полотне душу художника, нежную и изящную. Сохранилась фотография, сделанная Сергеем Морозовым, которая позволяет нам перенестись в прошлое и посмотреть на двух знаменитых художников глазами их современников. Молодые Серов и Левитан навсегда остались в вечности в этом моменте. Один пишет, второй позирует. В этой мастерской Исака лично пишет свои самые сильные вещи. Весной домик утопал в сирене, которую художник очень любил. И отсюда до квартиры Кувшинниковых в соседнем Малом Трехсветительском переулке было буквально две минуты ходьбы. Перед нами исторический пейзаж Левитана Владимирка. Это дорога, по которой гнали в Сибирь каторжников. И здесь столько судеб прошло, столько слез пролилось на вечное поселение, на каторжные работы. Здесь шли заключенные. Пешком их гнали по этому Владимирскому тракту. Вдали маленькая церковь. Слева и справа бегут тропинки, дорожки. В центре стоит маленькая фигурка паломницы в черной одежде с вещевым мешком за плечами. Она крестится на придорожный крест. Место при дороге, где могли каторжники воздохнуть о вечности. Там обычно ставили икону и зажигали лампадку. Художник подарит эту работу Павлу Третьякову. А скоро в галерее окажется еще одно сокровище – картина у омута. Она написана, когда Левитанску-Вшинниковой проводили лето 1991 года в Тверской губернии. Однажды их пригласила в гости баронесса Вульф в свое имение Бернова. Там, на реке Тьме, художник и увидел омут. Кажется, что здесь какая-то старинная мельница была. Здесь чья-то судьба, разыгралась чья-то трагедия. Вот видите, какой сумрачный день. И такое закатное время, сумрачная вода. Для многих это кажется печальной, эта картина. Но она вся полна таинственности. И именно ее сюжет, такой, знаете, пейзажной легенда, сюжет пейзажной легенды. А легенда была такая. Много лет назад в этом омуте утопилась крепостная девушка, которую барин разлучил с женихом, отдав его в солдаты. Эта история впечатлила не только Левитана. В свое время она вдохновила Пушкина на создание поэмы «Русалка». Такой мост, в который можно поскользнуться. И даже вот это вот... Ему удается... Он настолько был тонкий психолог, ему удается даже вот... Как будто звук воды. Вот это все ему удалось. Удивительный мастер. А эту картину многие исследователи считают квинтэссенцией творчества Левитана. Лев Толстой назвал ее молитвой немой души. Это глубоко личный монолог, философское размышление в художественной оболочке. Одно из центральных полотен Левитана над вечным покоем. Величественная картина, которую он писал много этюдов, находил движение облаков, небо огромное. Здесь ему как-то удалось передать полет, как будто бы над этой огромной стихией воды, отдельных островов, дали. И очень красиво передана на переднем плане маленькая часовинка с огоньком. Там идет молитва. Волнуются березы от ветра. И на небе справа стрелка из белого облака, которая как бы рассекает всю эту симфонию, еще так музыкально дополняет. Маленькие детали тоже говорят. Тропинка ведет к церкви, огонек, покосившиеся кресты, древнее кладбище. На самом деле Левитан видел такие картины. И вот он русские эти картины, он все эти собрал вместе, и получилась такая удивительная панорама. Панорама молитвы. И именно в названии это и заключено. Над вечным покоем. Как бы кладбище, и в то же время жизнь неба, воды и просторов. Сюжет картины художник задумал на озере Удомля в Тверской области. Образ церкви взял из любимого плеса. Это одна из центральных картин в галерее. И одна из самых больших по размеру. Вместе с Владимиркой и Омутом. Левитан и Кувшинникова вместе уже шесть лет. Они проводят много времени вдвоем, путешествуют, ищут натуру для своих картин. Их личную жизнь уже обсуждает вся Москва. Но Софья не обращает внимания на подобные разговоры. До тех пор, пока в 1892 году их друг Антон Павлович Чехов не публикует свой знаменитый рассказ «Попрыгунья». Узнать в главных героях Левитана Кувшинникову и ее мужа было несложно. Дама закрутила роман с художником за спиной супруга-врача. Она живет беззаботной жизнью «Попрыгунья», любит развлечения и общается с богемой, а муж лишь терпеливо потакает ее слабостям. Когда роман с художником заканчивается, Кокетка понимает, как обидела преданного супруга. Но было поздно. Доктор подхватывает от больного дифтерит и умирает. Софья Кувшинникова глубоко оскорбилась тем, какой легкомысленной и поверхностной выставил ее в рассказе Чехов. «Одна знакомая моя, 42-летняя дама, узнала себя в 20-летней героине моей «Попрыгуньи» Дымовой. И теперь вся Москва обвиняет меня в Пасквиле. Главная улика – внешнее сходство. Дама пишет красками, муж у нее доктор и живет она с художником». За эту литературную пощечину Исаак Левитан даже хотел вызвать Чехова на дуэль. Впервые за много лет дружбы они перестанут общаться и померятся только в 95-м году. Софья Кувшинникова так и не простит Чехова. После «Попрыгуньи» отношения между Левитаном и Кувшинниковой испортились. Художник часто тосковал, стал увлекаться женщинами. Если обычные его романы заканчивались так же быстро, как и вспыхивали, то летом 94-го года все изменилось. Левитан с Кувшинниковой гостили в имении Ушакова «Хостровно». Однажды им нанесла визит семья видного петербургского чиновника Турченинова, мать и две юных дочери. Анна Николаевна на 4 года старше художника, красивая, грациозная, модная. Левитан потерял голову, а Кувшинникова поняла сердцем, что это не очередная интрижка, а сильное чувство. В письме издателю Суворину Чехов напишет о своем друге. «Был я у Левитанова в мастерской. Это лучший русский пейзажист, но представьте, уже нет молодости. Пишет не молодо, а бравурно. Я думаю, его и стаскали бабы. Эти милые создания дают любовь, а берут у мужчины немного, только молодость». Софья Кувшинникова вернулась в Москву и больше никогда не виделась с художником. Она нашла в себе мужество благодарить судьбу. Писала, что для нее 8 лет, посвященных практическому изучению природы под руководством Левитана выше всякой школы. Женщина окончила свою жизнь почти как чеховский доктор Дымов из попрыгунья. Ухаживая за больной художницей, она заразилась Тифом и умерла, пережив Левитана на 7 лет. Новая любовь, новая жизнь, новые цвета в палитре. Левитан переселился в имени Анны Турченинова и Горка, где специально для него построили мастерскую. Здесь он напишет свой знаменитый март. Левитан редко обращался к всеми зиму. И в данном случае он пишет именно такой период, переходный, его любимый, весну света, радостная, когда зима заканчивается, начинается весна. глубокие синие тени. И на дорогах уже видны кусочки земли, проталины. Очень ярко выделяются стволы деревьев в солнечных лучах. И на березах, наверху, виден освещенный скворечник. Домик для птиц, которые вот-вот прилетят и их там ожидают. Несмотря на радостный тон картины, это время трагическое для Исаака. 18-летняя дочь Анны Николаевны Варе тоже влюбляется в художника. И между женщинами начинается борьба. Возникший любовный треугольник приводит к новым душевным терзаниям. Левитан стреляется. К счастью, неудачно. Чехов прописывает художнику полный душевный и сердечный покой. Он ставит Левитану неутешительный диагноз расширение аорты. По словам Антона Павловича, дело художника плохо. Сердце у него не стучит, а дует. В этот тяжелый момент жизни создана одна из самых узнаваемых работ Левитана «Золотая осень». Такая оптимистичная и мажорная. Одна из любимейших вещей, можно сказать, такое народное произведение, и все его, многие помнят по обложке родной речи, это «Золотая осень» Левитана. Здесь просто удивительно, конечно, показана осень во всей своей такой полноте. Как мы читаем у Тючева, короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный и лучезарный вечера. Как будто лепит эту березу с листвой и падающие листья. И как всегда вот этот простор, перспектива вдали озимые поля, зеленые, желтое с зеленым и голубое небо, голубая вода, и красный куст осенний на фоне голубой воды. Очень запоминающийся образ «Золотой осени». Удивительно, но в конце жизни работам Левитана будут свойственны яркие и глубокие цвета, оптимистичное звучание, просторы свобода, и много весны и воды. В 1897 году художник едет лечиться в Италию. Ему всего 37 лет, но уже тяжело дышать. Он ходит, опираясь на палку. В 98-м Исак Ильич становится академиком Императорской Академии Художеств. А в родном училище живописи, вояния и зодчества он начинает вести класс пейзажной живописи. Свой последний 1900-й год Левитан встретит с семьей Чехова в Ялте. Он попросит Марию Павловну принести ему кусок картона, нарисует силуэт из тагов в сиреневом лунном свете и подарит картину своему другу. Антон Павлович вставит ее в углубление над камином. Это была их последняя встреча. Исак Ильич умер 4 августа 1900-го года в своей мастерской на руках у Анны Турчениновой в 39 лет. Его жизнь была несправедливо короткой. Он так и не создал семьи. Но какой яркий след Левитан оставил в искусстве, став главным русским пейзажистом настроения. Есть такая известная фраза «Все гениальное просто». Но именно она раскрывает феномен Левитана. Объясняет, почему его творчество любит так много людей. Художник писал образы, которые с детства знакомы каждому из нас. Березка, тропинка, речка, мостик, околица. Мы все это видели много раз, но не обращали внимания. Это как фон, который идет с нами по жизни. А Левитан сумел показать очарование этих простых вещей.